Сейчас копирую твой пароль Красотень Меня нормально слышно, Федя? Да, слышно Так Вот видишь, у него таблица разделов стоит MS-DOS А вот твой терабайтник Ну да И у него стоит GPT Ну да, GPT стоит Это на всех Windows 8 Ну понятно, ну что? 7 уже на GPT не станет Только на FB Да, 10-ка станет 10-ка спокойно станет 10-ка станет на GPT Вот так вот бери и все разделы удаляй Удаляем Все Применить Так, а где оно тут применить? Да, вот клавиша ввода Вот это? Да Выполни себе операции Так, сохранить или не надо? Закрыть Закрыть Неразмеченную область И создай-ка новую таблицу разделов Но уже не в GPT формате А в MS-DOS Устройство Создай таблицу разделов Вот MS-DOS Применить На всякий случай Пересканировать устройство А что оно дает? Ну, когда бывает Плеску подключишь Или какой-то другой внешний язык А он его не видит Делаешь пересканировать И он выдает На последний момент времени Что подключено Ну вот А теперь Значит, посмотри У тебя тут Огромнейшее поле деятельности Значит Да плюс у нас С тобой есть Калькулятор Стандарт под винду 50 Умножить На 1024 5120 Выдели Скопируй И создай раздел Для Linux Extension 3 Так И куда его копировать? Вначале Встаешь На неразмеченной области Курсора Угу Или правой кнопкой мышки Да Новый И вот Вместо Всего раздела Ты вставляешь Только то Что ты скопировал Перескакиваешь Перескакиваешь сюда Здесь Пишешь Extension 3 А чем отличается Extension 3 от 4? Тем, что Значит Винде Акронис Он видит Только extension 3 А extension 4 Он не видит А если Мы тебе будем Разделать Делать Разметку Для двух Операционных Систем То естественно Ты захочешь Сохранить Допустим Образ Своей настроенной Десятки Акронисом На другом Разделе Жесткого Диска Значит Изменить Разделы Которые Он не видит Уменьшить Там Увеличить Он не сможет А если Мы пойдем На разумный Компромисс То есть Extension 3 Его видит И вильда Через Акронис То ты Все манипуляции С разделами Жесткого Диска Сможешь Делать Поэтому Нажимай На добавить Нажимай На применить На клавишу Применить Нажимай Знаешь Уже Какая Да У меня Создавай Новый Раздел У нас 102 400 Для НТФС Вот здесь Пиши То есть Ровно в два раза Больше 102 400 И Перескакиваешь Обязательно Сюда Чтобы Понятно Да А здесь Выбирай НТФС Так Это Виндосовский Формат В метке Можешь просто Написать Допустим Вин Или В10 Написать Что будешь Там ставить Или просто Написать В Виндосовую Ну Поставь Тогда просто Вин Маленькие Буквами Напиши Вин Добавить Применить В данном случае Он закреплен Я обычно Не люблю Там его держать Я обычно Его Да что ты Такое Вот Я обычно Его Вот сюда Куда-нибудь Помещаю Снова Ставлю Закрепить Вот Смотри Значит Вот Цифра 2 Говорит Что я На втором Рабочем Столе Вот Первый Рабочий Стол Вот Второй Видишь Да Вот Например Здесь Я Калькулятор Открыл Значит У тебя На маленьком Компьютере Сколько Памяти Оперативки 6 Вот Смотри 6 Умножь На 1024 Так 6 Так Можете Так Так Равно Выдели Скопируй И Перейди Вот сюда В первый Рабочий Стол И Делай Значит Своп Раздел Для Значит Твоего Ноутбука Можно Рабочих Столов Хоть 20 Сделать Но Обычно Люди Пользуются Там Два Три Или Четыре Рабочих Стола Хватает За глаза И за уши Но Очень Удобно Закрыть А вот Всю Оставшуюся Область Уже Мы Пометим Не как Первичные Разделы А как Значит Расширенные Встаешь На Неразмеченные Области Нажимаешь Правой Новый И вот Там Где Написано Основной Раздел Открываешь Менюшку И выбираешь Расширенный Так Сейчас Сейчас Вот Дверь Да И нажимаешь Добавить Так А если Его Просто Пополам Поделить Не надо Не надо Добавить Применить Эта функция Она Всего Лишь Отмечает Что Все То Что Дальше Вот В нем Будет Вот Это Уже Будет Скажем Так Ну Как бы Как Логические Диски А Все Я понял И вот У тебя Теперь 775 Гигабайт На Пространство И Теперь Тебе Самому Решать Что Ты На нем Будешь Располагать Да Пополам Поделить Да Ради Бога Перейди Во Второе Окно На Второй Рабочий Стол Нет Перейди Да 775 Разделить Пополам Вот Черная Кнопка С крестиком С беленьким Она удаляет Все Из окошка 775 Разделить На 2 Равно И теперь Умножить На 1024 Выделяй Копируй И Перескакивай На Первый Рабочий Стол Сделай Экстеншн 3 Так И здесь В метке Напиши LNX Черточка Data То есть Данная Linux LNX Ну Примените Все Сделано Все Операции Успешно Выполнены Закрыть Сейчас Она Обновится На Все Оставшиеся Пространство Ты Размечаешь В разделе NTFS Как Кладовочка Для Винды Тут Уже Разметку Делать Не надо Просто Выбираешь NTFS А тут Пишешь Win Черточка Data То есть Кладовочка Для Винды Применеть Ну Добавить И Выполнить Да Все Нормально Ну А Из-под Винды Эти Оба Раздела Будут Видны Винды Конечно 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 Для Винды Есть Специальная Программа Которая Позволяет Видеть Линуксовские Разделы Теперь Посмотри Что Для Тебя Важно Для Тебя Важно Запомнить Название Жесткого Диска Своего Ноутбука Который Мы Наглым Образом Просто Взяли Открутили Вытащили С твоего Ноутбука И Подсоединили Сюда Как Внешне Жесткий Диск SDC Теперь Смотри Сюда Значит Вот Я хочу Проверить Тебя Так Систем Бак И Поскольку Ты Еще Ни Одной Копии Значит Не Делал Ну В принципе Я смотрю Так У тебя Она Тут Поднастроенная Сильно Проверять Не буду Вот Я Нажимаю Создать Новую Ну Это Как Мы С вами Установили Я Практически Я Ничего Не Меню Ну У Меня В В принципе Да У меня Сборка Достаточно Настроенная Поэтому Я Придираться Не буду Просто Вот Я хочу Показать Пользователям Что Вот Есть Такой Необычный Способ Что Ни С флешки Ни Сидюка Ну Вот Ну Никак Не Поставить Linux Min Cynomon Ну Взяли Он Вычищали Жесткий Диск Подсоединили К другому Компьютеру В качестве Внешнего Жесткого Диска На котором Установлен Linux Min Сейчас Вот Мы Создадим Откатную Копию И Эту Откатную Копию Мы возьмем И Самым Наглым Образом Возьмем И скопируем Ее На Жесткий Диск Твоего Малыша Твоего Ноутбука То есть Вот Из этой Копии Которую Мы Сейчас Создаем Мы Ее Прямиком Сразу Запишем На Раздел Размером 50 Гигабайт Вот И Все И Голова Не болит То есть Вот Такой Скажем Несколько Необычный Способ Записи Тире Восстановления Вот И Потом Значит Когда мы Это дело Запишем Ты пойдешь Поставишь Все это Дело Прикрутишь Там все Винтики Гайки Мне Потом Позволишь Я Заключительную Часть А Оно Имеет Значение Под какое Железо Оно Устанавливается Да Нет Собственно Говоря У Линукс Минта Настройки Очень Такие Широкие Поэтому Он должен Подцеплять Все что движется Как говорится И не движется Посмотришь Сам По крайней мере Мы в любом случае Ну мы никак Навредить Не сможем Так Ну что Заканчивает Он работу Ну можем Даже приблизительно Прикинуть Вот смотрите 15.56 Это 4 минуты И сейчас 2.6 Ну где-то Там 7-8 минут Получится Что там Он ставился Ну да Где-то Примерно Так Потом Тут же Не отходя От кассы Мы откроем G-Party И G-Party Мы там Сделаем Минишку Нет G-Party А Да Изменим Название Раздела С этого С СБ На ЛМС Чтобы он Был более Понятным Как говорится Ну вот Значит 16.03.29 Ну 3.5-8 минут 8 минут Нормальные Как говорится Сроки для восстановления Вот И плюс Вы с нее можете Уседрить Линукс Минтс 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 Применить И вот Здесь Я тоже Обычно Поскольку Тут и так Написано Что это Своп Да оно И везде Понятно Вот Это Вот Ненужная Шелухень Значит Я здесь Беру Вообще Просто Убираю Что там Загранождать Ненужными Вот У вас Получилось Под Windows 100 гигабайт Выделено Поставить Тут Пацанамончик И две Кладочки У вас Все Нормально Ясно Понятно То есть Теперь Когда я буду Ставить Допустим Ту же самую Семерку Там В установке Я укажу Вот этот 100 гигабайт Запомнили У вас Только Один раздел Размером 100 гигабайт И при установке Вы его Увидите И поставите И загружаться У вас будет Вначале Только Семерка Все настройки Линуксовские Улетят Поэтому Придется вам Пользоваться Программой USB реаниматора И там Запускать Программочку OS Prober Пробник Операционных Систем С нее Заскакивать На Linux Mint Там Запускать Программу Super Boot Manager Настраивать Меню загрузки И Групп Customizer Вот и все А сейчас Я жду Уже Вашего Звоночка С вашего Ноутбука Сейчас буду Экспериментировать Давайте Ну обязательно Отзвонитесь Давайте Хорошо Ну что Я вас вижу Значит Можно вас уже Поздравить С тем Что у вас Все таки Очень необычным Способом Мы вам поставили Linux На ваш Ноутбук Я же вам сказал Что вот С таким Вывертом Это первый раз То есть Это Мы вынули Грубо говоря Жесткий диск Из вашего Ноутбука И подключили И подключили его Как внешне Жесткий диск К большому Компьютеру На котором Был установлен Linux Ну как видите Он как говорится Нормальный Мы во первых Диск размесили Давайте Вот сейчас Посмотрим Еще раз И сохранились Те же пароли И имя пользователя Которые мы Делали в режиме Копия Набирайте имя пользователя Говорю Имя пользователя Пароль Надо было сказать Ну ладно Понятно Вот смотрите Linux Min Sonomo 50 гигабайт Значит Размер 8 использовано Вот здесь Вот видно Что Ну грубо говоря 10 использовано Еще и 40 осталось Вполне достаточно И плюс У вас Кладовочка На 300 гигабайт На 380 И раздел Выделен Под виндук Как говорится Ставьте себе На здоровье Любую Семерку Восьмерку Десятку И Сюда можете Ставить Вам кладовочка Под виндовсовские дела И все работает И все нормально И все крутится Единственное что Ну давайте посмотрим Так Что здесь значит Настройки Цедуры Берешь Зарезаешь Закрываешь Настройка Вставляешь Закрываешь Закрываешь Заново Да И получается Что в Харьков Вот вам прогноз На 5 дней Ну и все остальные Как говорится При бамбахе Вот И у вас Вон еще и Bluetooth Тут это самое есть И плюс И Wi-Fi Есть 33 удовольствия А теперь Помните Как я вам показывал Как настроить Так Давайте-ка Сделать Тернифон экрана Яблочком Отмените Пока Слайд-шоу Ну или я Да Вернуться И яблочко Поставьте Да Помните Я вам Показывал Как Подключить Интернет Через Конки Встать на эту строку Первое Да Сюда Да Network Сюда Теперь-то у вас Стоит Уже Не Кабельное Соединение А стоит Wi-Fi И кнопочка Есть Wi-Fi Apply Применить Нолик Не идет Нолик Поменяли На единичку Apply И пожалуйста У вас Появилась Как говорится Скорость Видите Да 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 Close Закрыть Ну я Иногда В настройках Проверяю Значит Настройки Вот здесь Вот Стартовать При старте Системы Тут все Как говорится Нормально Вот Пожалуйста У вас Иконки Подключены Файл Подкачки Подключен Оперативка Центральный Процессор Все остальное Все у вас Как говорится Есть И в нормальном И рабочем Состоянии Единственное Вам нужно будет Посмотреть Мои уроки По чудо Лешке Так Ну-ка Давайте-ка То есть Это мне нужно Если я Когда поставлю Семер Это нужно Будет Через Эту Бурх Программу Бурх Устанавливать Меню Да Заново Все это Вопрос А как Вы на нее Попадете Если у вас Будет грузиться Только одна Винда А? Винда Будет только Грузиться Но вы Поставите Винду Она Себя Только И будет Видите Она Линукс Минту Не даст Загружаться Пока Вы не Используете Специальную Программку Идите На мой Идите На мой Блог А эту Программку Она Из-под Винды Она Работает Да? Да На мой Блог Идите Ну вот Сидите И просматривайте Уроки О том Как Использовать Программу OS Пробер Потому что Если вы Поставите Семерку Себе Восьмерку Или десятку То она У вас Все Нафиг Снесет И оставит Только Саму себя А так Пробничком Увидите Как Заскочить Встать на Линукс А вам Только Заскочить Встать на Линукс А на Линуксе Вы уже Знаете Что вот Меню Загрузки Сразу Запускаете Он вам Настраивает Меню Загрузки И вас Запускается И Винда И Линукс И как говорится Живете Счастливой жизнью С двумя Операционными Системами Я понял Ну ладно Я думаю Что на сегодня Достаточно Я желаю вам Всяческих Успехов Спасибо вам Большое Столько Времени Потратили На меня Ну я Надеюсь Только на то Что Вы Тоже Потратите На кого-то Определенное Время Чтобы Люди Лучше Узнали Линукс Также Поможете Им В установке В настройке Объясните Покажете Ну тут То что Я Буду Знать Конечно Я поделюсь Ну и буду Вас рекомендовать Если можно Можно Пожалуйста Плюс Есть мой блок Плюс Вы сами Потому что Ведь вы поймите Ничего же не бывает Одностороннего В процессе установки Настройки Вот вы сейчас Уже знаете Как допустим Конки менеджер Подсоединить К сети Какую команду Нужно набрать В терминале Чтобы посмотреть Вообще Список Доступных Скажем так Соединений Как значит Через менеджер Тех самых Господи Параметра системы Значит Добраться Значит До того Чтобы подключить Значит В подключениях Значит Чтобы подключить Wi-Fi Вот Сделать его Это самое Чтобы зеленое Это горело Вот Оно же Понимаете Оно же Все Как говорится Откладывается И вы уже Поможете Многим людям Вот А система Это нормальная Надежная Стабильная Ну ладно Федор Я желаю вам Удачи Счастливо Алексей Владимирович Еще вопрос У меня вчера Такая проблема Возникла Давайте При раскладке Клавиатуры Я выбрал Английская Великобритания Но При вводе Клавиатуры У меня Не получалось Набрать Значок Собачки Да Переключился Я на Американскую И тогда Было все нормально Аларчик Просто открывался Вот смотрите Сюда Нажимаете Клавишу Shift И на Раскладке Клавиатуры Где русская Буква Э Вот на нее Нажимаете Русская Это Средний Средний ряд С клавиатурными Я понял Да Возле Энтера Стоит у меня Перед Энтером Через Одну Есть Вот и все А в английской В смысле В американской Американской Там Shift 2 А в этой Вот Такой Нюанс Вот и все Понятно А теперь Скачивайте Файли Команды И видео Засовывайте Его к себе В документы И пользуйтесь Им На здоровье Спасибо большое Ну ладно Помогайте Другим Не забывайте Потому что Вам это вернется Добро Ну Я надеюсь Это знание Такое Которое Как говорится Не повредит Никому Ну ладно Удачи До свидания Спасибо До свидания Хорошо